Всем привет, с вами Русалина. В этом мастер-классе я хочу предложить вам создать медиатор своими руками, медиатор для гитары. У меня был запрос на этот мастер-класс. Способ создания достаточно простой, если у вас есть все необходимые инструменты. В данном случае, конечно же, нужна паста-машина. И если вам нужны будут такие медиаторы, если вы играете на гитаре, то лучше все-таки обратиться к человеку, кто занимается давно полимерной глиной, и паста-машина есть в наличии. Все остальное, процесс достаточно простой, и никаких навыков профессиональных не требует. Нужно будет раскатать глину разной толщины и нарезать красивые изготовки. Как видите, у меня на рабочем столе совершенно разные кусочки глины. Можно было просто их раскатать и сделать медиатор из каждого цвета. Но для того, чтобы его вырезать, нужен будет катер. Катер у меня 3 сантиметра, где-то на 3 сантиметра. Я его заказывала для украшений, но он подходит и для создания медиаторов. Вообще, в принципе, такие катеры можно под заказ делать какие угодно, задав ваши размеры. Глину я взяла из разных серий, из разных линеек, и объясню почему. Просто вырезать, допустим, красивые заготовки из одного цвета, это здорово, прекрасно. Но есть еще техники, которые позволят на поверхности глины создать рисунок. Поверхность глины нам нужна ровная будет, без каких-либо изгибов, деформаций, рисунков. Прям идеально ровная поверхность. Поэтому я решила взять разные линейки, пускай они будут отличаться по толщине и, соответственно, по цвету. Нужна будет паста-машина. Паста-машина, смотрите, здесь у нас есть вот такой рычажок, который мы вытаскиваем. И тем самым перемещаем градации и уменьшаем зазор между роликами паста-машины. Вот здесь наглядно это все видно. То есть мы можем сделать достаточно толстые и в то же время делать и очень-очень тонкие. Для того, чтобы у нас медиатор не был таким однотонным и пресным, я вам предлагаю сделать переход цвета. Сейчас я вам показываю, что мы можем раскатать один и тот же пласт на разной толщине паста-машины. И он будет и тоньше, и толще. Прям совсем тонкий у нас 0,3 миллиметра. И когда я спросила парня, который играет на гитаре, он сказал, да, такие тонкие тоже нужны. Поэтому я решила сделать заготовки абсолютно всех размеров. И пускай он уже тогда выбирает, какие ему подходят и для какой игры на какой гитаре. Сейчас, значит, я хочу сделать переход цвета для того, чтобы у нас более интересный медиатор получился. И я беру белый и голубой оттенок, по диагонали их складываю в один пласт и начинаю раскатывать на паста-машине. То есть сейчас мы делаем плавный переход цвета на небольших кусочках полимерной глины. Катер-резак у нас небольшого размера, поэтому, в принципе, нам тут нужно совсем немножко глины. Начинаю раскатывать с максимальной толщины, выставляю нулевку на моей паста-машине режим и раскатываю пласт. Вместе сгиба опять вставляю, то есть я его складываю пополам и вместо сгиба опять вставляю в ролики паста-машины и прокручиваю до тех пор, пока я не увижу, что пошел переход цвета. Дальше мы можем уменьшить градацию на 2 единички, допустим, и раскатывать на более тонком режиме. И вот когда вы увидели, что у вас уже переход цвета произошел, можете пока в сторону откладывать этот пласт. Ну и давайте я еще из желтого и из коричневого также сделаю переход цвета, пускай у нас 2 пласта будут с переходом цвета. Здесь самое главное правило, уложить эти 2 оттенка по диагонали, для того, чтобы они вошли в реакцию друг с другом и получился третий промежуточный цвет. Здесь, кстати, желтый у меня и коричневый из серии металлик. Серия металлик наполнена большим количеством микрочастиц слюды. И следующие техники, которые я покажу, они как раз будут с двигом слюды, и мы будем получать трехмерный рисунок на поверхности глины. Сейчас я опять же получаю длинный пласт раскатанный, я его складываю пополам и местом сгиба вставляю в ролики машины. Раскатываю до тех пор, пока я не увижу, что появился третий промежуточный оттенок между желтым и коричневым, и этот переход уже стал более плавный. Дальше я уменьшаю градацию на пастомашине и начинаю раскатывать уже на более тонком режиме. Когда у меня пласт раскатывается, я могу его вот так вот сложить пополам-пополам и сузить пальчиками навстречу друг к другу, для того, чтобы сильно он у меня не расползался. Делаем переход цвета и также откладываем пласт в сторону. А сейчас я вам покажу мико-шифт технику, где мы используем серию металлик. Раскатанный пласт на максимальной толщине, на его поверхность я накладываю фактурный коврик, скалка это все прикатываю, для того, чтобы у нас фактура отпечаталась на поверхности пластики. Вы видите, что сверху рисунок неровный, есть бугорки, есть впадинки. И вот эту неровность нам нужно будет срезать тонким лезвием. Я вам говорила, что нам нужна достаточно ровная плоская поверхность. Мы аккуратненько срезаем, но за счет того, что у нас огромное количество микрочастиц слюды внутри глины, при нажимании на фактурный коврик, при надавливании, эти микрочастицы сохранили рисунок текстурного коврика, но сдвинулись вглубь пластики. И за счет этого у нас получился рисунок на глубине глины. И вот мы сейчас прикатываем поверхность, как видите, я ее максимально ровно делаю, но при этом рисунок из-за сдвига слюды внутрь все-таки проявляется у нас на поверхности глины. И давайте еще из коричневой пластики, также в технике Микошифт, с помощью фактурного коврика мы сделаем рисунок. Я взяла здесь другой фактурный коврик, чтобы рисунки отличались. И вообще у меня каждый медиатор будет своего цвета, где-то с переходом, где-то с рисунком. Они будут отличаться, и человек, который будет играть на гитаре, он не будет путаться, какой толщины, какой медиатор, потому что со временем просто выучит оттенки. Прикатываем все. Смотрите, срезали все неровности, прикатали скалочкой. И в принципе у нас получился достаточно красивый, интересный рисунок. И сейчас я вот подготовила все пласты, они у меня лежат на рабочем столе. И смотрите, я выставляю максимальную толщину на паста-машине и раскатываю на максимальный, это нулевой режим. На экране у меня будет прописано, чему равен каждый режим на паста-машине от Цернит, на который я работаю. И если у вас такая паста-машина, вам будет в принципе легко. За все остальные машинки я не могу сказать, потому что у каждой машинки своя градация. Сейчас я раскатываю на первом режиме. Кстати, у меня вот эта глина светящаяся в темноте. И я вот так вот буду их сейчас с правой стороны укладывать, то есть максимально толстый, потоньше, тоньше, тоньше, тоньше. И так дойдем до девятого режима. Сейчас я на втором режиме раскатываю пластику. Эта пластика у меня, кстати, из серии Натур. Она имитация натуральных природных материалов, это имитация камня. На третьем режиме я раскатала сейчас пластику с рисунком, которая у нас была в технике, Мекошифт. Тоже отложила в сторону. Следующий режим выставляю, получается, пятый на четвертом. На четвертом у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, до девятого идет. И каждый раз я уменьшаю просто зазорчик на одну единицу, раскатываю и складываю по их тонкости с правой стороны, чтобы потом не запутаться, где какой. Хотя, в принципе, после запекания вы уже будете видеть по толщине, где какой. Вы их сможете спокойно сложить. Но чем ближе мы приближаемся, там, шестой, седьмой, восьмой, девятый параметр на ролике пластмашины, тем тоньше наш пласт становится. За счет этого нужно аккуратненько его внизу поддерживать, вынимать, чтобы не повредить поверхность, чтобы максимально ровный был пласт, и мы потом смогли вырезать максимально ровный, без деформации, медиатор. На девятом режиме сейчас сделаем из фиолетовой пластики. Прямо девятый режим очень-очень тонкий. Аккуратненько раскатываете и откладываете в сторону. Все, сейчас мы вооружаемся катором, и нам нужно просто будет вырезать заготовки. Если у нас где-то пласт с переходом цвета, мы стараемся катором вырезать заготовку, чтобы у нас и медиатор был с переходом цвета. Аккуратненько вынимаем заготовку и укладываем на керамическую плитку. На этой плитке я и буду запекать все эти заготовки. Здесь, в принципе, ничего сложного. Вы просто берете каждый пласт. Каждый пласт равен своей толщине. И вот так вот по мере прорезания того, как мы укладывали пласты по толщине, вы также укладываете их на плитку, чтобы не запутаться. Когда у нас толстые заготовки, прорезать их очень легко. С тонкими заготовками работать сложнее. Поэтому для тонких заготовок лучше брать более жесткую глину, не мягкую, чтобы не деформировать. Укладываем все на плиточку. Вы видите, я еще пальчиком аккуратненько прижимаю все, придавливаю прям к плитке для того, чтобы каждый медиатор был ровный. Он плоский был, он плотно прижимался к плиточке. И вот так вот укладываем все. С тоненькими работаем очень аккуратно, потому что можно их повредить. Можно деформировать, придать изгиб какой-то. Лучше этого избежать. Почему медиатор из полимерной глины? Потому что был запрос у меня на то, что они, маленький медиатор, должны быть гибкие. Причем они должны возвращаться потом. Я вообще не гитарист и ни разу гитару в руках не держала. Поэтому для меня это было какое-то открытие. В общем, я слепила. Я их поставила запекать. Запекаем мы при температуре, которая указана производителем на упаковке глины, с которой вы лепите. У меня это 115 градусов я поставила на 30 минут. Этого будет достаточно. И после того, как они запекутся, нам нужно будет посмотреть края. Если где-то требуется шлифовка, не во всех заготовках требовалась шлифовка, то, пожалуйста, возьмите пилочку для ногтей мелкозернистую и аккуратненько все подпилите, чтобы с обратной стороны заготовки были ровные. И вот все заготовки гнутся. Посмотрите, насколько самая тонкая заготовка гнется. Она, в принципе, быстро возвращается в исходное положение. Все заготовки при правильном запекании должны иметь вот такую вот эластичность. Ну а дальше что? Дальше мы пойдем, вручим все эти заготовки и посмотрим, как они работают на гитаре. И парень тоже не профессионал, а любитель, поэтому строго не судите. Я делаю ему уже вторую партию таких медиаторов. Он говорит, что замечательно, классно. Он уже приноровился с ними работать, конечно. Это не такие, как покупные. Но в них тоже много преимуществ. Плюс это прочный и долговечный материал, который имеет достаточную эластичность. У нас есть медиаторы разной толщины. Мы можем к разному инструменту абсолютно подобрать любой из этих заготовок. Возвращаются быстро в исходное положение. Не знаю, в принципе. Если кто-то еще разбирается, пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, что-то я не так сделала, не так говорю. Может быть, вы мне еще подскажете какие-то идеи. На этом все. Спасибо за просмотр. Любая активность на канале приветствуется. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые мастер-классы. И вообще подписывайтесь. Здесь очень много интересного и качественного контента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова